Итак, всем привет, с вами Дабгай, и сегодня мы поговорим о том, как сформировать Германию. Рассмотрим мы для этого страну Пруссия, потому что чаще всего вы будете начинать именно за нее, за нее старт кажется интереснее, но на самом деле можно также сформировать за Австрию, и вообще, честно говоря, можно сформировать за, в принципе, любую из тех стран, теоретически. Но для этого вам нужно стать, очевидно, достаточно сильным. Но мы рассмотрим именно Пруссию. Итак, во-первых, мы введем в дневник и посмотрим, что у нас здесь есть в записи. Вот Северогерманский союз и затем уже объединение Германии. Соответственно, чтобы объединить Германию, нам сначала нужно объединить Северогерманский союз. И в первую очередь нам, в принципе, нужно исследовать национализм. В принципе, если мы хотим поспешить за Германией, а мы, наверное, хотим, можно начинать исследовать национализм прямо первым. Ну, в принципе, можно попробовать исследовать что-то другое, получить побольше денег, а в этой игре деньги конвертируются в исследования, построить себе больше универов и уже вторым исследовать национализм. Но поскольку вот эти вот ивенты на объединение страны имеют как бы не стопроцентный шанс при условиях, а только какой-то определенный каждый месяц, то лучше начинать это делать, конечно же, раньше. Давайте исследуем технологию и начнем, собственно говоря, объединять Германию. Так, вот мы исследовали национализм. Теперь у нас откроется, собственно говоря, Северогерманский союз. И сразу у нас появляются здесь условия завершения. Нам нужно 10 регионов начать контролировать. И теперь, когда у нас отношения со странами будут достигать определенного числа, у нас будут появляться вот такие вот ивенты. Конседрация со страной. И сразу мы можем их принимать. Можем и не принимать. Я предполагаю, что мы можем отказываться, если у нас слишком высокий уровень дурной славы. Потому что при слишком большом уровне у нас, во-первых, сложнее какие-то дипломатические действия совершать. Во-вторых, ухудшаются отношения с другими странами. Соответственно, присоединяем. И так постепенно, одно за одно, страны мы все сможем присоединить. Кроме того, у нас появляется уникальный менеджер «Железный канцлер». И мы либо получаем ускорение снижения дурной славы, либо увеличение скорости ухудшения отношений, то есть чтобы быстрее начать войны. По-моему, это бесполезно. Так что мы почти всегда, я думаю, берем снижение дурной славы. Потому что чем меньше, тем лучше. Промотаем вперед, пока не присоединим необходимое число стран. Параллельно начнем исследовать пан-национализм. Потому что именно он нам нужен будет позже для формирования уже Германии. Кроме того, нужно по возможности переманивать вот эти страны. А именно страны, которые находятся в ганноверском рынке, в наш таможенный союз. Потому что это одно из условий для того, чтобы ивент сработал. То есть постепенно мы должны в идеале переманить все эти страны к нам. Чтобы мы могли вот этим ивентом их присоединять. В том числе и ганновер, в том числе и вот эти вот маленькие страны. Зачем заметьте, что если отношения со стороны уже 50, то пересовет выполняться миссия. Следовательно, через какое-то время снова ее нужно будет начать. Так что следите. И помните, что влияние не накапливается. Поэтому если анус есть свободное, почти всегда старайтесь его куда-то использовать. Заметьте, что опция пригласить в таможенный союз недоступна, если у нас недостаточно хорошие отношения. То есть не пугайтесь, если вы этой опции не видите. Также, чтобы дополнительно улучшать отношения, можно еще финансировать их. Это стоит на самом деле очень дешево для маленьких стран. Так что вы можете не сильно жалеть денег на это. Причем еще одно важное свойство финансирования. Оно улучшает до плюс 50. Когда обычное улучшение отношений всего лишь до плюс 50. А финансирование до плюс 80. Кроме того, финансирование может дать обязательства. И допустим, смотрите. Так они не соглашаются, но так как есть обязательства, мы можем им воспользоваться и получить вот плюс 50 на соглашение. И у нас как раз плюс 5. И мы выбираем себе, допустим, эту страну. Посмотрим здесь. То же самое. Таким образом, можно еще больше к себе переманить. Но здесь, допустим, еще не хватает. Нужно еще подулучшать отношения или посмотреть еще какие-то факторы, чтобы было больше плюсов. Так вот, у нас на прокол достаточно стран. У нас теперь есть новое событие. Объединитель Германии. Я бы, наверное, брал престиж и влияние. Но это на ваш выбор. И у нас наконец-таки появляется северо-германский союз. Но, как вы можете видеть, ивенты на присоединение отдельных государств все еще будут продолжаться. И как раз к этому моменту я исследовал себе паннационализм. Следовательно, у нас теперь сейчас появится, да, объединение Германии. Как вы можете видеть, нам нужно теперь еще больше территорий. Кроме того, мы можем вот сюда зайти и объединить Германию вот так. Собственно говоря, скорее всего, вам это так или иначе придется нажать. И, как вы можете видеть, для того, чтобы объединить Германию, вам, по крайней мере, на Пруссии, потребуется победить Австрию. То есть вы должны начать игру, дипломатическую игру, солидерство. Это обязательно практическое. Обязательно развяжет войну друг друга, если Австрия внезапно не отступит. Причем, если сразу у вас какие-то страны не вошли в союз, да, собственно говоря, вы потом можете все равно их позвать в свой союз. Ну, я бы говорил про таможенный союз. И они все так же к вам вступят. За это волноваться не надо. Единственное, за что стоит волноваться, что кто-то может покинуть ваш союз, как вот у меня, допустим, Бавария. И вот вернуть их обратно уже может быть немножко сложновато. Потому что, видите, Австрийского таможенного союза тоже большая ценность. Следовательно, они его просто так покидать не захотят. Тем более, что я здесь не сильно-то развивал Германию. Да, то есть я больше мотал время. Поэтому Бавария... Поэтому мой ВП не вырос особо. Поэтому Бавария не видит сильно больших преимуществ. Итак, поскольку с Австрией война неизбежна, нам обязательно стоит перед этим застроиться призывными пунктами. А точнее, косармиями. Замечу, что встроить их там, где Гристиан 0, не имеет смысла. Нужно встроить там, где они как бы есть в достатке. И считайте, каждая казарпа это один батальон. И нам, в принципе, достаточно иметь хотя бы чуточку больше, чем Австрия. Потому что мы должны в теории стартовать с чуть лучшими технологиями и исследовать их чуть быстрее. А вот, кстати говоря, и Баварию тоже в итоге я смог переманить. Так что это все возможно. Не волнуйтесь, если у вас что-то вдруг где-то не получится. Чуть-чуть. Все, в принципе, можно, если что, переманить обратно. Так, мы подстроили армию. Их, как видите, меньше армия. Кроме того, мы подоследовали тут технологии. К моменту войны, я думаю, мы еще и ручный пулемет получим, да. У нас новая артиллерия. У нас очень плотные войска. Получили нового союзника, Италию. И это значит, что мы готовы начинать дипломатическую игру. Как мы можем видеть, за них вступят Бельгия, Баден, Бавария, Краков, Тунис. Но у нас будет Италия, Люксембург и Гогенцоллер. А, соответственно, у нас, в принципе, даже по числам плюс-минус преимущество и, скорее всего, по технологиям тоже преимущество. Значит, мы можем успешно начинать игру за лидерство. Сразу у нас здесь появляются фронты. Кроме того, нам также в будущем, да, можно уже сейчас, стоит добавить некоторые цели войны. Дело в том, что все еще мы можем получить что-то, кроме германского лидерства, допустим, территории Савстрии. Очень они бывают приятны. То есть можно подзахватить еще какие-то богемии. Если вдруг на вас также вступит сюда в эту войну Даню, можно взять у нее Шлезвик-Гольштейн. Вырежет, собственно говоря, Шлезвик и, собственно говоря, Гольштейн. Движительные стороны. Если это какая-то Бельгия, можно здесь что-то подвести также. Так что не теряйте эту возможность обязательно. Сразу замечу, что война – дело очень дорогое. Следовательно, у вас должен быть какой-то запас денег уже на момент начала войны. А вот и началась война. Добавил я здесь несколько областей, несколько репараций. Репарации не стоят репутации, дурной славы. И мы, в принципе, должны здесь без проблем особо побеждать. Так что перейдем к сразу концу войны. Мы и смогли навязать Австрии все наши цели войны. Там остался микро Тунис. Не знаю, смогли я туда высадиться, как будто нет. Но в целом, самое главное, мы Австрию уже задушили. Для победы войне у меня остается второго кандидата на объединение. Остаемся только мы. И, как можно видеть, мы уже можем сформировать Германию. И, собственно говоря, все страны, что нас поддерживают, будут включены. Даже, как вы видите, нас поддерживал кусочек Дании. Он не был, как бы, в никаком виде в нашем составе ни марионеткой, ничем. Даже в рынке нашем не был. Но, так как он поддерживал именно нас на объединении, он к нам присоединился. Вертиберг, несмотря на то, что, казалось бы, там его победили в войне, он нас не поддерживал в этот момент. И он к нам не присоединился. Таким образом, перед нажатием этой кнопки вы хотите как можно больше стран переманить на вашу сторону, чтобы они поддерживали именно вас. Для этого достаточно просто улучшать отношения. Можно вот так вот финансировать. Когда вы финансируете, у вас может появиться обязательство. Обязательство даст еще 30 отношений. То есть доводите до 80, нажимаете обязательства. Скорее всего, плюс-минус, они должны в один момент начать вас тоже поддерживать. Особенно, когда уже второго кандидата нет. Поэтому, и как вы можете видеть, полезно на самом деле захватывать дополнительные регионы, потому что у меня было ровно 19 из 19. Если кто-то бы меня не поддерживал, 19 бы могло и не набраться на самом деле. Но в любом случае, только поддержкой тоже можно сформить, не обязательно захватывать что-то в Австрии. И я думаю, на этом можно как раз закончить видео. Мы здесь объединили к 57 году. И это я еще абсолютно не занимался никак экономикой практически, да. Только так параллельно подстраивал какие-то здания, чтобы просто это число росло. Я не занимался политикой, я не занимался ничем другим. На самом деле, можно сделать все еще красивее и быстрее. Как я уже сказал, с вами был Добгай, ребята. Я заканчиваю видео. Обязательно подписывайтесь, если вы хотите посмотреть еще видео по Виктории 3. Я как раз сейчас собираюсь выпускать серию видео прохождения по Пруссии. Там вы сможете увидеть живое объединение Германии. А также постройку каких-то экономических зданий, экономическое развитие, политическое развитие. Кроме того, обязательно ставьте комментарии, ставьте лайки. И до скорых встреч. Пока.